МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Стопроцентный хлопок". Символ натуральности. Самая правильная и экологически чистая ткань. Хлопковая ткань. Плюс гигиена и приятное ношение, так сказать. Приятнее ходить, чем в синтетике. Как сегодня живет текстильная столица России, город-невест Иваново? Сейчас свыше 800 производителей. И помимо них, может, еще 300-400 патронов. Хлопок похож на нефть. Все следят за его котировками на всемирной бирже. Это очень важное для всего человечества сырье. Но все, что связано с его производством, похоже на очень страшное кино. Культура выращивания хлопка является самой грязной в мире. 55% всего хлопка в мире выращивается при использовании генетически модифицированных семян. Эти семена устойчивы к вредителям, главным врагам хлопковых плантаций. Но содержат очень опасные для всех живых существ токсины. Это мы наблюдаем, например, на территории азиатских стран, где очень активно выращивается хлопковая культура. И там много собрано статистики по заболеваемости. Она не разглашается, но она имеет место быть. При выращивании хлопчатника используется очень много минеральных удобрений и просто рекордное количество гербицидов и пестицидов. Ими обрабатывают землю перед посевом, потом ядохимикатами беспрерывно поливают уже растущий хлопок. Это довольно-таки явный пример открытого воздействия химии на человека без каких-либо соблюдений техник безопасности. И редко встречаются даже респираторы на таких сборах. Кроме этого, чтобы хлопок быстрее стал сбрасывать листья и можно было начать сбор урожая, его с самолетов обрабатывают дефолиантами, которые вызывают у женщин бесплодие и рождение детей-инвалидов. Все эти вещества не вымываются дождями. То есть они остаются. Частично какие-то вещества проникают в почву. Частично остаются на растениях. Азербайджан. Лето 2017 года. Прямо с хлопковых полей в больнице попало больше ста человек. У всех пациентов диагностировано сильное отравление пестицидами. Рабочий день у хлопкоробов начинался очень рано. Вечером каждый хотел получить стандартный гонорар в 10 монат. Это около 400 рублей. Рабочих предупредили, чтобы в обеденный перерыв они обязательно помыли руки. Но, видимо, это сделали не все. Я вышла в поле и приступила к работе. Буквально через несколько минут я почувствовала себя плохо. Упала и потеряла сознание. Очнулась уже здесь, в больнице. У всех закружилась голова, и люди стали падать в обморок. Людей спасло то, что на поле пришла еще одна бригада. Еще не начавшие работу люди вызвали помощь и отравленных хлопкоробов вытащили из гиблого места. И те, кто спасали несчастных, тоже получили свою дозу яда. Когда мы откачивали девушек на полях, у них шла пена изо рта. Мы вытирали ее голыми руками. В итоге оказалось, что мы тоже отравились. Скрутило живот, стало нечем дышать. Очнулась я только под капельницей. Собранный хлопок содержит в себе огромное количество ядов. И при производстве ткани сырье получает дополнительную дозу убойной химии. Часто ткани содержат следы смол формальдегида – мощного канцерогена, провоцирующего рак. А также пер- и полифторированные соединения, нарушающие эндокринную систему человека и ведущие к бесплодию. Остатки вредной химии есть в каждой пятой вещи известных европейских брендов. Особо этим страдает спортивная одежда, чаще всего футболки и постельное белье. Эксперты нашли формальдегид в белье марки «Люси». Спать на нем опасно для жизни. Формальдегид – это химическое соединение. Оно относится к веществам первого класса опасности и может влиять на организм человека, вызывая различные токсические проявления. Это страшное постельное белье с формальдегидом сделано в Иваново, текстильной столице России. И мы решили найти его производителей. Фабрика была расположена вот здесь. Но несколько месяцев назад производство сгорело. При пожаре погибло несколько человек. Водишь в готей? Да. Три человека погибло целого. А как так вообще получилось? Ночью, что ли? Во время рабочего дня. А, днем? Да, просто пыхнуло, и все. Это бывший сотрудник предприятия. И он рассказал нам, что для своей семьи работники белье собственного производства никогда не брали, потому что прекрасно знали, как это опасно. Стельки-то у них точно не, ну, полиэстер 100%. Полиэстер. Да, это тонкий, это поплотнее. Но наш эксперт Елена Петрухина предлагает проверить белье огнем. Поджигаем ниточку, и вывод грустный. Продавщица лжет. Не бязь. Это не бязь. Это даже не хлопок. Это тонкий бязь. Это тонкий бязь, Иванов, девочки. Это синтетика. Это синтетика. Поделки, безусловно, встречаются часто, потому что хлопок, повторюсь, является продукцией коммерческой как для домашнего текстиля, так и для одежды. Соответственно, проще продать, если стоит у нас в составе хлопок. Иванова в советское время называли городом невест. В одном небольшом городке сконцентрировали огромное количество предприятий текстильной промышленности, и бедным ткачихам было тяжело найти жениха. Женщин было гораздо больше. В стране еще с 30-х годов нагнеталось, как важно производство ткани, как почетен труд ткачихи. А что я особенного сделаю? Каждый это может. Хотите, я на 30 станках буду работать? Советский Союз выпускал более 14 миллиардов квадратных метров ткани, занимал второе место в мире после Соединенных Штатов Америки по объему производства. Ивановские ткачихи Валентина Голубева и Зоя Пухова представляли город и область в Верховном Совете СССР и были героями социалистического труда. А потом сели в кресло больших начальниц на текстильных фабриках. Зарплата простой ткачихи в советское время была минимум в пять раз выше, чем сегодня. Женщины, если перевыполнили план, могли получить 750 рублей. Сумасшедшие деньги. Не то, что сегодня, когда работниц на текстильной фабрике найти очень трудно. Хорошая профессия. Мне нравилось. Всю свою жизнь Валентина Ивановна Облучинская отдала производству самых лучших в Советском Союзе ткани из хлопка. Она давно на пенсии, и поход в родной предельный цех стал настоящим шоком. Узнать ничего невозможно. Раньше и пыль была, и пух был. А сейчас очень чистые цеха. И свободно работают. Вот. Нет такой пыли, как раньше. На комбинате, где работала Валентина Ивановна, раньше вкалывало 15 тысяч человек. Сегодня от силы 500. Один навороченный станок заменяет труд 30 рабочих. Смотрите, целый цех, и один человек работает. Это уже новое. Не как раньше было. Но таких предприятий у нас 5 на всю страну. Хотя надо раз в 10 больше. Разрушенная еще в 90-е текстильная промышленность развивается очень медленно и вяло. Мы давно сдали рынок предприимчивым китайцам. Качество ткани у них, как правило, очень низкое. И китайское барахло переупаковывают в России. О, как. Производитель китает. Адрес производства в 11-й вопрос. Выдают тебе идеальное, там и Ивановское, хотя неизвестно где, что, как. Гольный Китай и гольная синтетика. Сегодня Иваново, как и в советское время, остается одним из главных текстильных центров России. Но порядок остался в Советском Союзе. У нас свыше 800 производителей. И помимо них, может, еще 300-400 патронов. Иваново у всех ассоциируется с качеством. И производители подделок этим нагло пользуются. На текстиле здесь легко делают огромные деньги. Если вы узнаете, что на этом можете пешеные бабки срубить, вы бы тоже сами поступили. Не так ли? Если вы миллион в 10 месяцев можете срубить, почему бы не сделали? Я бы сам лично сделал. Почему нет? Главным поставщиком хлопка на ткацкие фабрики Советского Союза была Узбекская республика. До конца 50-х здесь цвели фруктовые сады и выращивалось много овощей. Но потом Узбекистан охватила гонка за хлопком, потому что он нужен был не только для производства тканей, но и для нужд оборонной промышленности. Из узбекского хлопка делались все основные пороха советской армии, составные части перспективных взрывчатых веществ и так далее. И на 25-м съезде КПСС в 76-м году первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов громогласно заявил, что сейчас республика каждый год собирает 4 миллиона тонн хлопка, а будет собирать 5 с половиной. И это было начало грандиозной истории всесоюзного обмана. На самом деле все прекрасно понимали, что такое количество хлопка Узбекистан дать не может. Но это всех устраивало. Была резко повышена выработка бесправных колхозников. В республике резко растет смертность. Еще молодые мужчины и женщины просто не выдерживают жизни животных. В адской жаре на хлопковых полях, отравляя себя гербицидами, работают даже беременные. В республике эпидемия выкидышей. На работу на хлопковые поля на 3-4 месяца в году сгоняли жителей городов, включая школьников. К дню рождения Ленина повышенные обязательства. К Октябрьской революции повышенные обязательства. К Дню Победы повышенные обязательства. Но как бы ни вкалывали бедные люди, выполнить обещание Рашидова было невозможно. 4 миллиона тонн хлопка – это был максимум, на что способна республика. Но к концу 70-х на бумаге стало 5. Из 5 миллионов тонн хлопка, о которых отчитывался в Узбекистан как заготовленных, 1 миллион минимум был приписан. Сборщики хлопка подкладывали в свои мешки камни с поля, чтобы вес их был больше. Приписками занимались бригадиры, председатели колхозов и высшее партийное руководство. За несуществующий хлопок Узбекистан получал огромные деньги, которые расходились по карманам местных чиновников. Вот собрали, предположим, 100 тонн. Там приписывают еще 50. За это получают деньги. Дальше отправляют на хлопковый завод. То есть там уже получается 150. Они тоже приписывают. И так это шло сверху донизу. Если вы купили вещь из хлопка и принесли ее домой, прежде чем ее одеть на себя, ее нужно обязательно постирать. Часть химии при стирке уйдет, но все равно останется немало. И тут нужно научиться читать этикетки. Stonewashed. Эта надпись на бирке означает, что волокна ткани отбелены хлором. No need iron. Такая вещь не требует глажки, но для этого ткань прошла обработку формальдегидом. Active Fresh и Sanigrad. Означает, что вещь обработана химией для защиты от бактерий. Мерси-резирт. Это обработка хлопковой ткани концентрированным едким натром. На сегодняшний день достаточно много химических веществ, которые можно применять. Но никто не задумывается о последствиях, как они отразятся на здоровье людей. В этом отношении, конечно, потребитель жил куда лучше раньше, когда ткани мялись, не блестели и выглядели не так красиво, как сегодня. Одежда и бельё из хлопка были невзрачные, но не наносили такого ущерба здоровью, как сегодня. На дорогую химию у производителей денег нет, и вход идёт дешёвая, и выбор её невероятный. Мы представились производителями постельного белья и пообщались с продавцом различных средств для обработки тканей. Оказалось, что бельё можно ламинировать. Понятие ламинирования – это примерно вот, чтобы оно в упаковке смотрелось. Понимаете, да, как на таком постельном белье вообще. Вот именно таким препаратом из чего делают жалюзи. Чтобы продать красиво. Он его пахнет ужасно. Иногда даже используют окрила. Окрила, знаете, что это грунтовка для стекла. В советское время бельё со временем покрывалось катышками. Сегодня остаётся гладким и приятным на ощупь очень долго. Это тоже достигается с помощью убойных химикатов. Они как бы навсегда прибивают ворс в полотне. Чтобы у нас не было пилинга, можно использовать специальные препараты антипилинга. И у нас прям гладенький-гладенький будет, прям под сатин будет супер вообще под этот ассортимент. Вы замечали, что новое постельное бельё или полотенце часто неприятно пахнут? Теперь мы знаем почему. Почему? Это всё тот же родимый формальдегид, от которого ни спрятаться, ни скрыться. Рыбный запах может быть неприятным. Формальдегид? Беспонятно. ДСП склеил. То, что продукция у нас будет откровенно вонючей, нас предупредили и в другой конторе по продаже химии для текстильного дела. Запах всегда останется уксус. Уксуса, да? Потому что у нас вся отбелка идёт в щелочной среде. Чтобы нам её отдали с тканью, добавляет уксус, самый дешёвый, и с лотушью. Красители, безусловно, все у нас, конечно, химикаты. Очень редко сейчас используются натуральные красители. Это дорогое удовольствие. И основная масса красителей – это химические соединения. Жители посёлка Старая Вичуга Ивановской области проклинают местную хлопковую фабрику, которая травит всю округу. Даже вот несчастные бедняшки, наши утки питаются вот этой всё заразой, всё гадостью. Уже который год ткацкая фабрика сливает отходы производства в речушку Вичужанка. Это и разные красители, и хлорные отбеливатели – вся таблица Менделеева. Рыбы раньше сколько водилось у нас здесь. И рыба-то уж перевела вся вот этой гадостью-то всей, вонючке. Отравленные люди жалуются во все инстанции. Но им отвечают – на очистные сооружения денег нет. Нужна огромная сумма. Можно куда-то переместиться вот с этого места, потому что дышать здесь просто невозможно. В огородах у аборигенов уже ничего не растёт. Да и то, что выросло, есть как-то страшно. В посёлке рассказывают страшную историю о женщине, которая решила искупаться в местной речке. Она, купаться вроде как, искупнуться. Жарко очень, да. И там она прошла, наверное, неделю, около недели. Осталась без волос. Речка меняет цвет в зависимости от того, что делает фабрика. Крашеная ткань – вода зелёная, оранжевая или синяя. Белая ткань – значит, речка белая. Она белая. Вода прям белая, как будто молоко. Это было смешно. Белые носки сына Светланы Павловой окрасились ночью в зелёный цвет. Работа простыни ужасного качества. Краска, она вообще не отстирывается, вот эта зелень вся. Ну и в результате просто это постельное бельё мы взяли и выкинули. Светлана решила отстирать зелёное бельё в машинке при низкой температуре воды. Но стало только хуже. Ни кипячения, никакого ничего не было. Всё это выленило, абсолютно цвета все выцвели, как будто этому комплекту уже лет 10, наверное. Едем искать производителя. Это снова Иваново. Но по адресу, указанному на этикетке, такой фабрики нет. Идём в Ивановский торговый центр. На прилавке. Такое же бельё, которое купила наша героиня. Да, вот такое фиолетовое. Вот оно прям зелёным цветом красится. Мы хотим понять, почему это произошло, да, то есть по какой причине. Вот нас это волнует больше. Ну, как так хозяин нам говорил, что сейчас краска стойкая. Мы так сказали вам. Отлично! Но тогда покажите сертификаты. Но документов продавщица не нашла. А после закрытия павильона к нам подошли владельцы производства и объяснили, почему их продукция красит носки и не только. Понятная ситуация. Первоначально по-любому краску даёт. Плопок, синтетический, серовый перерыв. Смотрите, есть Ивановская обезь, красная талка. Краски там не очень стойкие. Качество краски можно проверить, насколько она хорошо закреплена. Просто элементарно в горячей, в тёплой воде с мылом просто намочить и постирать. Если краска хорошая, то изделие не линяет и на руках не остаётся краски. Но мы ведь сразу берём, к примеру, полотенце и давай вытираться. Потребитель вытирает мокрую кожу, и на ней остаётся краска. Неустойчивые красители ведут к тому, что потребитель может просто, принц, сам покраситься. Если вы покупаете бельё по доступным ценам, то гарантии качества продавцы дать не могут. Никак не может целовить, что полиняет, не полиняет. Но лично мы нет, бельё не тестируем. Мы потестируем то, что производим сами. Белёты мы не производим. Закупаем также. После того, как я вытащил это бельё из машинки, оно было гораздо светлее того, что в начале. Кирилл Бурдов купил самое обычное бельё из хлопка, простыню и наволочки, и лишился сна на неделю. Бельё оказалось токсичным. Он позвонил мне и рассказал, что у него начался зуд, чесотка, и он подозревает, что это связано с постельным бельём. В Советском Союзе было множество плантаций хлопка. Советский лён, бязь и сатин ценились во всём мире. Но постельное бельё стоило очень дорого. Пододеяльник доходил до 11,5 рублей из бязи, а просто не могло стоить 5-6 рублей. Таким образом, чтобы собрать комплект постельного белья, надо было отдать 20-30 рублей. При зарплате 60-80 рублей это надо было отдать чуть ли не половину, а то иногда 1 треть зарплаты. Параллельно с не очень сытой и комфортной жизнью советских граждан всегда создавалась лакирующая действительность советская хроника. Какая красота! Пассажирам поезда выдают прекрасное спальное бельё. Ну а все, кто родом из Советского Союза, прекрасно помнят, что это был накрахмаленный до состояния картона рваный жесткий ужас. И дома, как правило, люди спали на застиранных и штопанных разнобойных комплектах. Постельное бельё было дефицитом. Его передавали по наследству и дарили на свадьбу. Каждая мама готовила своей дочери несколько лет, собирала при данной несколько лет. И обязанность каждой невесты была прийти в новый дом со своим постельным бельём, своими покрывалами, подушками. Когда молодые люди подавали заявление в ЗАГС, то им выдавали талоны на приобретение в закрытых для других потребителей магазины, где можно было купить кольца, одежду для торжества и, конечно, достойное постельное бельё. Избязь был более дешёвый, но оно мини-долговечное, но быстро выходило из строя. Значит, более качественное, сатиновое переплетение. Этого синтетического и не было тогда. И не выпускали. Нина Петрова стала жертвой наглых мошенников во время похода в торговый центр. Они пригласили её на презентацию. И, наслушавшись красивых рассказов, пенсионерка приобрела комплект якобы волшебного белья. Стирать его нужно всего раз в полгода, потому что ткань пропитана ионами, которые отталкивают грязь. Продавцы всё равно врут. То есть они приписывают товару те свойства, которых у товара нет. И говорят о его качествах, которые, собственно, не соответствуют ни инструкциям. Мошенники рассказали, что обычно этот чудо-комплект стоит 70 тысяч рублей. Но Нине Николаевне улыбнулась удача. Только в этот день предоставляются большие скидки и рассрочка. И пенсионерка сама не поняла, как заключила кредитный договор на 53 тысячи рублей. Проблема в том, что цена этих товаров в 3, в 4, в 5 раз выше в момент реализации, нежели то, что это стоит на складе и идёт по закупочной цене на территорию Российской Федерации. Но чудо не случилось. Это оказалось не редкого качества хлопок и шерсть высокогорных козлов. Нина Николаевна не могла заснуть, а потом её стал мучить страшный кашель, потому что за немыслимые деньги она приобрела синтетику самого отвратительного качества. И мы решили помочь ей сдать бельё обратно. Но продавцы вели себя безобразно. Я не имею права переступить свои полномочия. Ольга Поликарпова из Нижнего Новгорода стала жертвой такого же сценария и отвалила за два постельных комплекта и одеяло 44 тысячи рублей. И, как говорится, развод был грамотным. Вот на это бельё. Там подарки ещё дают, куча подарков. Тут со мной сидела женщина. Она говорит, ой, я буду оформлять, я буду оформлять. Вот я ещё дочери подушку возьму. И, короче говоря, как-то меня подзадорила эта женщина. Срабатывает эффект толпы. Все побежали, и я побежал. Обязательно в такой толпе будут сидеть люди-зазывалы, которые будут вскакивать с места, немедленно нестись покупать это самое бельё для того, чтобы понимали, что сейчас расхватают, как горячие пирожки. Ольга потом поняла, что милая женщина была соучастницей мошенников и ничего покупать не собиралась. Подсадная утка, которая просто крякает, расхваливая товар. Это полный обман потребителей. И поэтому данный товар имеет право быть немедленно возвращён по требованию потребителя, даже независимо от сроков давности. Но сделать это невозможно. По документам никакого криминала нет. Продавцы заявили Ольге, что деньги назад она никогда не получит. Верните мне деньги. Верните мне деньги по моей претензии. Я пойду схожу, да вы матываете с него свои личные деньги? Нет. Когда товар уже продан и деньги за него заплачены, любезничать с клиенткой больше не имеет смысла. Ольгу грубо отшили. Ну что я могу сказать? Нам это старое счастье. В данном случае является агрессивный маркетинг. Агрессивный маркетинг никак не регулируется, если только будет установлен факт обмана. Но доказать тот факт, что вот на словах вот так обманули, сказали то, чего нет на самом деле, практически невозможно. На этикетке постельного белья должен быть указан производитель. Состав ткани, размеры каждого изделия и советы по уходу. И обязательно вот такой значок. Это евроазиатское соответствие. Этот значок говорит о том, что данный продукт прошел сертификацию в органах стандартизации и контроля качества. И по первому требованию покупателя продавец обязан показать сертификат на товар. Но многие законов не знают. Сейчас сертификация необязательная. Нет, тем не менее сертификация, разумеется, обязательная. Никто этих требований не отменял. В таможенном союзе они действуют. На некоторые комплекты сертификаты есть. Но вот белье якобы из Иваново на самом деле анонимка. Покупатель не может удостовериться, что сделано оно именно там. Вместе с юристом Андреем Некрасовым требуем убрать его с прилавка. Убрать? Да, убрать с прилавка до момента получения документов. Давайте тогда прямо сейчас этим займемся. И инцидент наш будет исчерпан. Это вы считаете инцидент? Следующая торговая точка. Документов тоже нет. Продавщица звонит хозяину малого бизнеса. Сертификаты он почему-то увез с собой. И не в подвол еще, да ничего. Я ночью все приехал, я бы сейчас подъехал, я бы никакой. Всю ночь за рулем ехал. Я поддельными делами не занимаюсь. Я 26 лет в этой точке работаю, у меня таких вещей нет. Но белье здесь вообще без этикеток и ярлыков. Торговать таким нельзя. Под нашим нажимом продавщица закрывает прилавок. И документов на этом рынке мы не нашли ни в одной торговой точке. Это может продукция из небезызвестной страны, не столь отдаленной, крупной, где производство всего чего угодно. Если раньше, допустим, у нас там фабрики были, мы знали, вот именно с этой фабрики у нас там эти полотенца, там постельное белье, как там ОТК, все проверяют. А сейчас мы ничего не знаем, откуда это привезли. Продолжим инспекцию белья на рынках. Это поразительно. Документов нет почти у всех продавцов и в Москве, и в Подмосковье. Я все поняла. Документы предоставить? Я выбросила все это. Зачем выбрасывать документы, продавец объяснить не смогла. Но быстро согласилась прекратить незаконную торговлю. Не хочешь? Все очень. Да. Конечно, конечно. Я закрываю, ребята, сейчас. И в последующем я обязательно предупрежду. Нужны документы с этой пикатой и разрешение на продажу данной торговли. И вскоре на рынке началась цепная реакция. Продавцы, узнав о нашей проверке, стали испаряться в неизвестном направлении один за другим. С некоторыми удалось поговорить по телефону. Послушайте, тогда мы можем... Вы, видимо, с одним, с каким-то таким тайным образом, мне это не нужно абсолютно. А в этой торговой точке продавщица оказалась смелой. Вернее, наглой. И решила не сдаваться без боя. Слушайте, я вас потребитель... Я вызываю в страну. Пойдите в помещение. Пойдите в помещение. Пойдите в помещение, подождите. Подождите. Аккуратно, не надо... Выдираться. Тихо. Я как потребитель в правиле. Я, кажется... Давайте полицию вызвать нападение на... Вы снимать не имеете право. Подходит полиция. Но продавщица продолжает кричать и угрожать расправой. Люди в погонах ее не напугали. Какой протокол-то, еще раз говорю, что пристали стоять по литоколам-то. Все документы... Ну, я разберусь, наверное, что мне сделать. Та же неразбериха творится и на рынке нижнего белья. Многие потребители хотят носить исключительно хлопчатобумажное. Но где взять хорошее? Большой вопрос. Все счет несчастные ручки китайцев. Дешевые несчастные ручки китайцев. Ну, зато трудолюбивые. Западные корпорации перенесли свои производства в Китай. Китайцы посмотрели, как нужно делать белье всех видов и наладили производство своего. От, безусловно, великолепного белья фабричного до страшных подделок, вредных для здоровья. И эта масса, она заполняет не только страну нашу, но и весь мир. Их белье везде. И очень важно относиться к нему дифференцированно. Певица Светлана Разина владеет магазином по продаже нижнего белья. И ее ужасает продукция из Китая. В документах написано хлопок, а товар приходится со скандалом возвращать. Когда девочки мои вытаскивали из мешочков вот эти всевозможные ночные рубашки и летели вот эти искры по всему магазину, это же что же, это же, это как же, если ты зайдешь вот такая вся огненная в спальню, это просто муж испугается или любовник вообще откажется от себя, искрящийся, как бенгальский огонь. Потребители хотят, чтобы белье было красивым, гладким, блестящим. Но хлопок таких свойств не имеет. На помощь приходит химическая обработка ткани, про которую мы ничего не знаем. Это так называемая меркуризация ткани или мессеризация, по-разному она называется. То есть блестящий хлопок – это не есть норма. То есть если вы видите стопроцентный хлопок, это правда, но с определенной пропиткой, о которой, как правило, не пишут. То есть у натурального хлопка блеска нет. Я перестал носить эти тонкие трусы, такие, как раньше носили, как плавки. Потому что это неудобно. Вот труселя – это удобно. Труселями россияне называют модель трусов, которая не изменилась с 20-х годов прошлого века. Это было и нижнее белье, и спортивная форма. Цвета было два – синий и черный. Госплан на полном серьезе рассчитывал, сколько за пятилетку понадобится трусов каждому гражданину. Вышло 15 пар, то есть три пары в год. Первый раз в пятилетку министерство легкой промышленности обсуждало вопрос, ставило на повестку дня вопрос, удлинить ли ластовицу в панталонах. При этом ни форма панталон, ни фланель, ни цвет, ни резинка, ни построение технологически не менялось абсолютно. Когда наши люди увидели героев фильма «Три плюс два», то были сражены на повал. Герои там купались и загорали в синтетических плавках. Но это было доступно только жителям столицы, готовым отстоять длинную очередь в гуме. Все мужики и парни отдыхали на пляже в хлопковых труселях. И очень хорошо, говорят современные специалисты, зато у советских мужчин не было таких проблем, как сегодня. Генитальная аллергия, вызванная искусственными факторами, например, нижним бельем, довольно распространена. То есть проявление воспаления в паху, либо в межъягодичной складке. Вместе с экспертом-технологом Александрой Тарловской мы отправились на еще одну проверку текстильных изделий, выдающих себя за чистокровный хлопок. Преображенский рынок. Понять, чем торгуют, невозможно. Просто нигде составы почти не написано. Вот обычный хлопок есть у нас, узбекистанский, по 250 рублей. Покажи, Лена, за сфотбол. Проверяем. Наглый обман. Он сейчас смахивает на полистер, он плавится, он не горит. Он горит, но нити какие-то полистера там есть. А что там на нем написано? Там катон написан. Под тяжестью неопровержимых доказательств продавец признала, что это не то, что написано на этикетке. Ну хлопок за бабкой идет. Что сейчас не делать? Трикотежи все равно есть 10% хлопки за бабки. А почему тогда написано 100% хлопки, если есть? Ну так пишет. Ну так пишет, да? Следующая точка. Магазин смешные цены. Цены смешные, но вещи подозрительные. Выбираем одну с биркой 100% хлопок и снова поджигаем кусочек ткани. Не воняет пакетом, да? Ну так. Не так явно, но пакет. Смотрите, оно плавленное все. Это вообще по 4 хлопка. Идем к продавцу и требуем объяснить, почему под видом хлопка торгуют синтетикой. У вас тут написано в составе, что это 100% хлопок. Снизу там? А это не хлопок. Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы мне объяснили. А у кого-то там можно спросить, кто знает. Вас не смущает, что это, ну, фактически это обман. Врачи со слезой вспоминают советские рейтузы для женщин. Таких сейчас не носят. Современная дама упакована, как правило, в синтетику, которая не греет в холод, не дышит и наносит большой урон женскому здоровью. Многие самые знаменитые женщины рассказывали про то, как они шли на свидание. И поскольку мама заставляла носить теплые штаны, вот эти вот байковые, то они снимались в подъезде, запихивали за батарею. Потом женщина возвращалась, надо дочь девушка, да, потому что стыдно было идти в этих, да, на свидание. До конца 60-х в жизни женщин не было нейлона. Все ходили в чулках из хлопка, которые не держали форму и все время некрасиво сползали и морщились. Они соединяли вот эти жуткие, вообще-то бумажные чулки с такими же жуткими байковыми панталонами. Мечтой были рейтузы потоньше, из фланели. Фланель тогда выпускали в Иваново и только двух цветов – розового и голубого. А когда мы наладили дружбу с Китайской Народной Республикой, появились рейтузы зеленые. Огромным событием для советских женщин стало открытие фабрики нижнего белья в Черемушках. Фасончики были страшные, но зато все из натурального хлопка. Откровенно говоря, Россия была впереди планеты всей. И ей до сих пор в этом плане подражают. Даже использовались очень правильные ткани, очень правильный покрой. В конце 80-х по всей стране застрочили машинки кооперативов. И примитивные трусы из хлопка, которые назывались «Неделька», сделали из многих миллионеров. А певец Шура наладил выпуск модных толстовок из хлопчатобумажных кальсонов. Нужно купить нижнее белье, вывернуть его на другую сторону, зашить тут дырочку, вот эту вот, оригинальным швом таким. Швы обратно вшить, в обратную сторону. Все покрасить марганцовкой или луковой шлухой. В ярко-рыжий цвет получать, знаешь, такое. Зеленка замечательная. Правда, потом она оставалась на коленках и везде по мышками. Вернемся к истории грандиозного всесоюзного обмана. В конце 70-х узбекская мафия стала отправлять в разные концы страны под видом хлопка-сырца вагоны с его отходами. Все стали жаловаться, что подушки, идеяло, они какие-то из комков таких вот, понимаете, состояли. Почему? Потому что они делали с них хлопкового ватна. Ватные фабрики здесь, а ватные фабрики были в России. Они вместо хлопкового ватна принимали вот эти отходы. Это умопомрачение какое-то было, понимаете. За 6 лет, с 79-го по 85-й годы, было приписано производство 5 миллионов тонн хлопка. И в эту фикцию верили все проверяющие структуры, большинство из которых было подкуплено. Руководящие работники узбекских обых НСС были миллиардерами. Просто совершенно фантастические деньги, которые для обыкновенного работающего человека, они просто не помещались, ну вот, условно, как, например, сейчас сумма, 100 миллиардов долларов. Ну вот я не представляю, сколько это в бумаге. Это было то же самое. В республику отправили комиссию прокуратуры Советского Союза. Целую армию вожняков, следователей по особо важным делам. А всего расследованием хлопкового дела занималось 5000 оперативных сотрудников. Не только в Советском Союзе в мире не создавалось таких следственно-оперативных групп. И дай бог не будет. В домах у узбекских шишек могли найти от 5 до 10 миллионов рублей. Валюта, драгоценности, импортная бытовая техника. Эти горы золота поразили воображение журналистов. В тюрьме оказались 27 тысяч людей. Села вся партийная гвардия. 12 первых секретарей обкомов, 6 секретарей ЦК Узбекистана, председатель Президиума Верховного Совета и председатель правительства, все замы и генералы милиции. Были расстреляны десятки директоров хлопковых заводов, председателей колхозов. К стенке поставили даже министра хлопкоочистительной промышленности. Несчастный человек абсолютно. Потому что обвинять его в этих масштабных приписках, ну, это просто-напросто было абсолютно неосновательно. Приписки, повторяю, шли планово с ЦК Компартии Узбекистана. Прошло совсем немного времени, и Советский Союз развалился. Хлопка в Узбекистане стали производить гораздо меньше, чем раньше. И в России решили организовать собственные плантации в Астрахани. Но эксперимент провалился. И все получилось только в 2012 году, когда был выведен сорт, не уступающий узбекскому. В Узбекистане это производство хлопчатника вредит и земле, или еще что-то. Потому что сам процесс дефляции – это очень вредный и ядовитый процесс. То есть фактически вырабатываем ядом. А мы – нет. Этой технологии позавидовали бы все хлопкоробы из теплых стран. Кроме отсутствия убойных ядохимикатов, которыми во всем мире обрабатывают хлопок, почти не нужно тяжелого труда человека. Мы просто ждем, когда ударит первый морозец, и по первому морозцу. Ну, вы видите, лист, естественно, сам падает. Весь хлопок в России сегодня импортный. И проблем очень много. Качество нестабильное, поставки часто срываются. В том же Узбекистане урожайность год от года падает. Хорошо бы, конечно, выращивать хлопок самим. Но для этого требуются огромные инвестиции. И это – дело неблизкого будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова